Слава Богу! Слава Иисусу! Друзья, так что вот, вот как-то так. Сегодня во Львове, сегодня были на служении вместе с Кифой. Вот и сегодня даже вот в центре немного чуть-чуть записали видео. Спасибо, что Киф еще и художник, оператор. Да, классно. Вот, и сегодня как раз делился свидетельством. Вот, и Киф сказал очень хорошую мысль такую, что действительно 24 на 7, да, вот 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть это не из ряда вон выходящее что-то, да, а естественная составляющая часть, естественное пребывание в Боге и в Его духе, в Его истине, как действительно вот это пропитывание им, да, жизнь в Нем, а Он в нас. Жизнь во Христе, а жизнь Христа в нас. Вот, когда, вот то, что я сегодня цитировал как раз из книги Ширка Ширин, Песни Песней. Они ледоди ведоди ли. Я в моем возлюбленном всецело, полностью без остатка в Нем, а Он всецело во мне. Я Ему принадлежу без остатка, на все сто, а Он на все сто принадлежит мне. Вот это состояние, любовное такое состояние, вот действительно Божье чудо, которое есть, реальность духовного бытия. В смысле насчет того, что Иисус тебе, да, явился как свет, и тебе две недели в карцере было тепло. Вот свидетельство, да. Ты не хотел, да, кушать, ты не хотел спать. И не просто не хотел, а я как будто выспавшийся был, как будто я покушавший был, попивший, то есть не только моя душа ликовала, мое тело было очень довольна, то есть как будто я очень хорошо отдохнул вообще. А если северита разобраться, да, вот Эден, да, вместо, вот Эден, один еврей мне говорит, знаешь, как переводится, вместо удовлетворенности. Не удовлетворение даже как процесса, а как состояние. Да, а полностью удовольствие, да, да. И вот то, что ты переживал, фактически было место удовлетворенности состояния, удовлетворенности всем. Удовлетворенности сном, удовлетворенности едой, удовлетворенности теплом, правильно? Я был абсолютно доволен, абсолютно счастлив, абсолютно. Абсолютно счастлив, то есть душа и тело, они насыщались, они имели пищу, духовную пищу. Да, да. Которая более реальная, чем это даже вот. И вот это состояние и возможность кушать еду, которую Бог нам дает, вот это 24 на 7, да, нам кушать Иисуса, насыщаться Иисусом, Иисусом и быть насыщенным. Кто не будет есть Его, не будет меня есть и пить меня, не будет мне частью становится. Суть в чем? Ты скушал Иисуса, правильно? И теперь твоя задача, чтобы реки жизни, это состояние, потекло изнутра твоего. Да. Понимаешь? То есть вот в этом вся суть Христа. Не просто чувствовать это раз, два, три, четыре, пять, да, а стать этим состоянием навеки, стать источником этого состояния даже для других. И вот в этом, вот войти и остаться навеки. В жизни, после смерти, все, вот это молитвенное состояние, вот это то состояние, которое мы выносим в жизнь. И приходит царство здесь, на землю. Вот так в простых словах, вот задача христианина, вот что мы стяжаем, и вот с чем мы живем. Да. То есть другого, а другой вообще смысл, там, стадионы, тысячи людей, еще что-то, ничто не сравнится вот с этим состоянием, просто-напросто. И я, я кушаю ради еды, да, я с Иисусом ради Иисуса, а не ради того, чтобы рассказать другим. Ага. То есть мне важно вот это состояние, в котором... Приоритет важно расставить. Да. Я еще больше, еще больше, еще больше открываю. И сначала, да, вот слушал, как отец Сергей рассказывал, вот про вот это наслаждение, я говорю, ну, настолько перекликается просто с моей молитвенной жизнью. Ага. То есть вот так каждый раз на молитве, и вот это выносишь в жизнь. Ага. И вопрос еще, как войти, как быть, как, что мне делать, мое призвание, твое призвание вот в этом, вот в это погрузись, и вот в этом, в этом, этим пропитывайся баптизу. Баптизу, да, вот настоящий баптизу. То есть вырвать, понимаешь, вырвать пропитку из этого состояния, ничто, ну, чем пропитываться. Ну, да. Понимаешь, суть отца, сына и святого духа, правильно? Да. Вот, вот ты вошел в это, вот эта проявленная реальность Христа. Да. И это начинаешь, да, оно сначала туманное, оно сначала легкое, ну, у каждого своего, у тебя был опыт, просто оно настолько уже накипело, что оно взорвалось, знаешь? Ага, ну да. Вот, а если реально просто идти, это сначала как туман, сначала легкий-легкий привкус, да, легкая сладость, легкая-легкая легкость, легкая радость, но она начинает крепнуть больше, 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 больше и больше. И ты становишься не то, что даже этим состоянием, да, состоянием, но источником этого состояния. Да, вода, которая приходит в нас, она становится источником воды, текущей в жизнь вечную. Реки воды живой, действительно, проистекают уже, из тебя уже. Не просто ты питаешься, пьешь, а источаешь, действительно. В этом я и учу, и вся суть, как я живу, и чем делюсь, вот в этом, вот так жить. Я говорю, это и чтоб я так жил, да, и чтоб вы так жили. Да, и чтоб вы так жили. Чтобы все так жили. Чтобы все так жили. Давайте, давайте так жили. Она, девушка, мне сегодня задала вопрос, говорит, как мне вот... Там в церкви, да? Да, в церкви. Как мне вот остаться в том состоянии Божьего присутствия, как мне не потерять это? Ага. Я говорю, ну хорошо, представь себе, вот у тебя есть муж. Ага. И как не забыть, что у тебя есть муж, да, иначе... Как бы не разлюбить его, да. Нет, нет, как не забыть, что у тебя есть муж, и как не начать встречаться с другим. А, да. Он такая смотрит, ну, это нереально. Ага. Вот именно. Ага. То есть, если вы решили вас все поспать... Встретил с другим. А, стоп, я забыл, у меня есть муж. Да, да, да. Опа, прозрение. Прости, забыл. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Прости. Вот. К головы влетел. Не, ну, на самом-то деле, ну да. То есть, это нереально забыть, провтыкать, где-то выветрилось с головой, что-то ой, извините. Ну, если у тебя есть муж, если у вас все серьезно, если ты сознательно это делаешь, у тебя не будет таких вещей. Ну, если вы двое согласитесь, давайте представим себя мужем и женой. Ага. Тебе нужно тратить время, тебе нужно держать это в сознании, чтобы не забыть, что вы играете в эту игру. Ага. Не по правду, что мы. То оно и будет для вас игрой. Да. А если, если Господь, это серьезно и это дороже жизни и ты не напрягаясь так живешь. А, нам еще магазин. Да. Сейчас, сейчас едем. А, все. Ты не напрягаясь так живешь. Ага. Так у вас и все будет, ты не сможешь забыть, ты не сможешь потерять. Это нереально потерять это состояние. Осознание, что он с тобой, он здесь и просто начать кушать, не надо куда-то поймать. Ему не нужно тебя наполнять. Да. Полнота жизни уже в тебе. Просто кушай. Да. Кушай, 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 кушай. Кушай его и пей его. Да. Действительно. Это не от него зависит, это от нас зависит. Угу. Да. Хотя, родные, на самом деле, все намного проще, чем я объясняю. Намного естественнее и намного круче. Он настолько плохой. Ой, аллилуйя. Аллилуйя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Как классно вообще. Едешь и тащишься. Поповедуешь и тащишься. Да, машину водить тоже духовно, все духовно, все в нем. Все духи. Закрылся, сам остался, тащишься. И ты не можешь вне наслаждения теперь посмотреть на мир. Угу. Ты к работе не можешь приступить вне наслаждения. Угу. Да. К жене не можешь, на жену не можешь посмотреть вне наслаждения. Угу. Да. Это настолько глубоко. Оно не рядом, вот здесь работа, а здесь молитва. Нет. Ну да, да, да. Это довольно так религиозно есть разделение духовного мира, как бы, духовной жизни, как бы и не духовной. Молитва – это я. Да. Молитва – это я. Молитва – это я. Глаза Бога, который смотрит на этот мир. Вау. Мы одно целые, не раздельные. И в это входить не надо. Угу. в этом родиться и жить в этом да и все позволить вот вот этим словом сейчас поселиться внутрь как тоже вот реальный с девушка еще одна сегодня тоже не проходит мимо это к стране и откуда печалька какой-то не все нормально говорю серьезно откуда печаль я молюсь хорошо хорошо ты уже устала да но я верю что вас будет ответить на мои молитвы радости 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 еще раз радость хорошо вот после этого опять ее стрелять ты не понял в радости тебе прямо сейчас сюда в радости ложись спать радости как состояние жизни глубокого не завтра никогда в радости ложись спать в радости просыпайся и в радости это те иисус снится начнет осмотренными так я уже полгода молюсь чтобы бог не дал дар сновидений но это можно назвать а можно назвать просто общение да и не духовным обычным общением обычными словами для обычного человека я молюсь за нее реально очень молюсь услышал ли она меня земные ли эти слова для нее как иисус говорил да имеет уши не слышал порой люди снесли мы порой молиться чтобы бог не дал до дар сновидений это на том чтобы начать радоваться чтобы не ложиться спать уставшим а ложиться спать радостным если уставшим встряхивайся наслаждайся богом когда прошло наслаждение ложись можно обычно так объяснить вот так объяснить вот так объяснить теологически нужно в обычные слова спрятать чудо и таинство но так тихо да еще значит эти слова они могут быть ответом а могут быть просто словами просто общения и вот тут все зависит то есть она внутри дорожишь этим ты живешь этим или она внешне вот суть рождения да все все то есть слово стало плотью слова да обрело форму обрело сознание обрело обрело жизнь внутри меня слову как семя и она начинается и рождается у нас мираждаем и рождаемся к слову не даже мелочь вот это слово насчет радости стать плотью внутри я если она и это возьмет да и позволит этому слову быть посеянным вот вот все евангелие поймать и не нужно молитвы покаяния читать не нужно много молиться полгода тем более шумно да там чё-то ответил ответ открыл вот тебе слово а теперь возьмешь ты это слово она будет тебя питать она 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 обретет сознание внутри она она обретет это будет реально ответом от бога или это будет просто нашим общением это 22 раз две разных точки зрения просто два разных мира вот есть бог да есть наше общение или бог в нашем общении и умение это видеть вот что рождается на молитве умение не видеть бога во всем уверение переживать богов во всем увение жить богом во всех ситуациях дыбай 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 но она настолько потрясающе песня я прямо-то балду до серий бабкин дыбай а сергей бабкин берите дыбай а послушайте сделайте эту песню смыслом вашей же о и все и это вот тебе и гимн евангелие суть иван каждая вещь к песня вся евангелие достаточно просто одна песня но представь себе мы живем в окружении одного слова достаточно одного видео достаточно чтобы жить одной песни достаточно почему-то проходит полгода года два три десять нам недостаточно это зачитываемся библию каждый стишок с библии достаточно чтобы открыть суть жизни да чтоб слова это стало плоти да вот этого скажи только слову и всего нашего разговора достаточно да чтобы бог сделал чудо в вашей жизни аллилуйя аминь короче хлеб молоко это я напоминаю потому что кифа если входят уже в нирвану божественности уже моя жена рождает а я провожу продолжаю говорить так вот реально схватки начали и хорошо хорошо я договорил а после этого поехал ну да забыл хлеб сыр творог не перед молоком он слава богу я записывал а сметану сметану хорошо это тоже духовно нет я бы сижу еще продолжу не выключаю машину можно даже включить дуйку вот так что друзья все про ты бы нагаду я сергей бабкин услышал вчера сегодня вообще сергей если ты меня слышу сейчас то огромное спасибо за эту песню вообще благодарен богу за эту песню и вообще зовут там еще другая песню есть правит бог правит бог потрясающе вот действительно великое в малом и в таком обычном казалось бы до исполнения потрясающе евангелие в такой простоте вот ну и паки и паки что называется снова и снова привет со львова сегодня я здесь проповедовал в церкви агапа у друзей моих паста андрей меккетышин очень хорошая церковь рекомендую если вы во львове бываете или будете то на стройскую 202 воскресенье приезжайте обязательно кстати еще я сегодня услышал в объявлениях что каждая 3 3 пятница месяца ночная молитва у них так что теперь у них будет ночная молитва в этом же зале слава богу еще буду эти дни здесь во львове планирую быть до среды в среду на служение буду баптистской церкви наибольши благодать на ламкевский ламкевская улица значит и там увидите там там небольшая улица совсем баптистская церковь там на подъезде будет написана как раз табличка там и школа христианская и церковь там собирается христианская по воскресеньям вот и в среду у них есть служение вот так вот а потом уже до киева в киев уже домой в церковь и буду проводить служение у нас в нашей церкви в субботу значит еврейско-мессианской общине жизнь в истине даже на само название потрясающая жизнь в истине классно здорово слава богу вот эта жизнь о которой мы все не говорили с киев и размышляли по дороге сюда на служение и вот это сейчас видео пишется уже после собрания после служения надеюсь что служение сама тоже записалась вот все это выставлю на youtube и действительно даже одного слова достаточно чтобы уразуметь это проникнуть в этот духовный мир и в реальность родиться в этой реальности божественной реальности вот и жить в этой божественной реальности благословляю всех вас вот это счастье я вообще я я очень счастлив вообще я не знаю это словами не просто не передать это любовь которая в нас божественная и через нас и вокруг нас это потрясающе и вот о чем мы с кифой говорили сегодня как раз что действительно есть принципиальная разница да между тем что ну христианство 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 рознь как говорится да порой действительно и притом принципиально рознь вот и даже вражда ночи и дух разные вещи совершенно рожденно плоти есть плоти рожден на духе есть дух вот крестьянство плацкого христианство духовное察 где 2 разных христианства либо бог с нами либо мод в нас вот это два разных состояния совершенно к дадобск он с нами возле нас близко с нами Это одно христианство Но когда Бог в нас И мы в нем, в Боге Это другое, качественно другое Иное христианство Как небо и земля, как плоти дух Действительно, как черное и белое Это совершенно разные состояния И все это больше и больше понимаешь Потому что погружаясь в Бога Погружаясь в Него И позволяя Ему погружаться в себя Все больше и больше проникая друг в друга В этом состоянии блаженном Просто понимаешь действительно, что Истина, она вот Истина, это я Христос, живущий во мне Истина, это действительно Таинство Тайна великая Христос во мне, а я в Христе Спасибо Господь за все Благоставляю всех вас, дорогие друзья Во имя Иисуса Аллилуйя Да, и По скриптам тоже Благоставляю Знаете, вот Тоже таким анонсом Что объявлением Буду делать трансляции Даст Бог С Киева Трансляции Прямые эфиры Как раз посвященные Как раз именно Вот Этому Празднеству Этого месяца Пуриму Да и в еврейской общине Мессианской Вот Жизнь в истине Тоже буду говорить об этом И у нас В воскресенье Следующее воскресенье В церкви Тоже буду говорить Тоже о божественном Пуриме В нашей жизни В нашем житии О том, что есть Наш Бог Он и есть Бог Пурима Вообще Как таковой Бог Пурима Избавление Спасения И любящим Господа Бога Всемогущего И дышащим Этой любовью К нему И его любовью Призванным По его изволению Все содействует Абсолютно все Ко благу Бог обращает Все Жизнь Смерть Все, что хочешь Вообще Удивительно Вот И трансляции Подключайтесь К трансляциям Здесь на канале Ютуба Потому что все эти И эти видео Тоже на канал Ютуба Будут загружать Вот И напоминаю тоже Пишите смс Сообщение На телефон И пополняйте номер Этот киевстар Вот таким образом Не только молитвенно Но и финансово Участвуйте В этих моих поездках Передвижениях По Украине Служения в Киеве Вот Номер Мой киевстар И номер прямого эфира Кстати он всегда у меня Я включаю Этот телефон Как номер прямого эфира Это 096 Запишите Да Это код 096 Потом дальше еще раз 96 2 66 75 096 96 2 66 75 Это вот номер такой Значит и Потому что в прямом эфире Я всегда Стараюсь тоже Отвечать на вопросы И которые пишутся там Вот Под видео Вот И Значит На e-mail Которые приходят так же И вот как вот Смс сообщение А порой звонки даже Вот Так что Вот так вот Как-то так Да Спасибо всем огромное Благоставляю всех вас Вообще Сейчас Киф ушел Сейчас за покупками Сейчас он купит хлеба Там сыра Там значит там Творога Сметаны Вот Поедем Домой Пообедаем Вот И Знаете Вот эти Дни общения Вот с ним Вот Семьей Ризников Для меня Действительно Большое благоставение Это Действительно Люди Божьи Святые Праведные И я очень Богу благодарен За Наше Вот это Святое общение За наше Братство Святое За это праведное общение В Боге И с Богом Удивительно конечно Когда мы В нем А он в нас И мы Во имя его Вот Находимся Молчим Разговариваем Молимся Кушаем Общаемся Записываем видео Какие-то Просто сидим Знаете Вот Благодать Божья Действует Удивительным образом Тогда Еще более и более Слава Богу Да Да Друзья Да И кстати После служения Сегодня еще С Микитышином Пастором Мы разговаривали Пастор Андрей Очень хороший человек Вообще Я очень Богу Благодарен За Пастор Андрей За его семью За церковь Агапа И он значит Ну как Широ Людина Вот говорят В Украине Широ Так широко И можно сказать Даже там Такая душа И знаете Вот Очень открыт он Для служения В том числе И нашей церкви Вот Ну такой Неконфессиональный Несектантского типа Совершенный человек Вообще Несектантского В христианстве Много сектантского Но он Не такой породы Он такой Несектантского типа И он как раз Тоже пришел Хорошо Чтобы служение В вашей церкви Тоже было Здесь во Львове Вот И даже Готов содействовать Этому Вообще Слава Богу Так что Если кто отзовется Тоже Братья Сестры Подзовитесь В этом служении Я думаю Это очень важное служение Развивать здесь Во Львове Это Такая культурная столица Украины И это Жемчужина Такая Убога Действительно Жемчужина Украины Вот Я очень Львов люблю И Просто обожаю Этот город Вообще Он В моем сердце Всегда И молюсь И поэтому Служение здесь Это особенное Думаю Будет Служение И особенное Переживание Благодати Божьей Слава Богу Вот Скиф уже Все купил Уже Пишу Что-то еще покупает Пусть Бог благоставит вас Во имя Иисуса Христа Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Вот здесь Скифа Уже С молоком Вот 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 так вот Ну все До встречи Благословляю всех вас Во имя Господне И На встречах на земле И на небесах Шалом А мы поедем далее Вот так вот